чё чара ты готова ехать в новый дом чар так ребят всем привет показываю нас тут уборка идет кто чем занят кто-то спит да кто-то спит каркуша кто-то какает сидит ты опять воду накидала всякой дряни каркуш каркуша каркуш наша люся пойдем покажем как так вот люсенька мы уже ходим пальмах низ я то есть ты куда пошла вот мы ходим дались люсь лава там далки спальня слава люсь все давай давай закрою теперь вот мы убираемся вот это марик кошмарик шкодик пальма что ты здесь наделал так ребят мы сейчас ходили с чарой знакомились потенциальной хозяйкой приезжала она вот и сегодня вечером и повезем чару в новый дом повезем с испытательным сроком обязательно оформим договор то есть мы с хозяйкой договорились что она попробует как бы но если вдруг что-то то чару позвать мы заберем женщина мне понравилось очень ответственно подходит то есть мы все нюансы обговорили и чарочка возможно обретет свой дом со своей хозяйкой там дети в семье есть то есть так принципе она очень хорошо отреагировала на них сейчас я не до нас мы грызем масолик чар чар приехала свой новый дом чар 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 и знакомься чар чар отлипнет меня подождите ну куда ждать или это немножко строй конечно сейчас она сейчас на лук но я хозяйка а куда тебя сюда звонить как линдов и красотка Ай, дай я с тобой познакомлюсь. Эй, ай, дай я с тобой познакомлюсь. Места у нас много, бесится у нас можно. Ну что, что? Убезал. Отцепился, говорит, убезал. Вам что, документы надо? Да, Лен, можно, если? Нельзя, лапы на стол. Что это за некультура? Че? Сейчас второй идет, смотри, поистине. Кстати, да. У людей две кошки, у Дани. Собачка. Пойдем гулять? Нельзя, лапы на стол. Хлебец хочет еще. На, моя хорошая. Ты съела что ли? Да, наоборот. Ай, ез на, успокаится. Хамя, значит. Убери кошачий корм, пожалуйста. Бери, убери оттуда. Пока не надо ей. То сейчас, не дай бог. И вот это все тоже собери. Ну вот все, что кошки насыпано, убери это все. И собирай, да, собирай крошки. Где моя жайка? Ну, на. Че, так у Хлебец вкус? Черт. Последние минутки прощания. А что, звонить, приезжайте, вообще без проблем. Ну, смотри, какая у тебя мама хорошая будет. Да. Не, мы ездим по пристроенным вот так вот. Вообще не вопрос. Звоните, приезжайте. Конечно. Ролики снимаем. Чего ты переживаешь? Вообще не проблема. Так, мне что, автограф просто или фамилия? Нет, просто подпись. Ну, люди с Волочей иногда бывают, да? Ну, иди к маме, иди. Подождите, куда еще? Еще мама в тайну шла, куда мне вторую? Как хотите, раз и все, что ли? Сейчас мы мам проводим, и тогда познакомимся. Она не уйдет, это бесполезно. Ну, это собака. Она прям вот любит. Прям любого. Ну, че, ты сейчас меня до слез доведешь. Ничего, приезжайте, не вопрос. Я сделала для тебя все, что могла. Первое время можете почаще приезжать, пусть. Ну, чтобы сильно к вам не привыкла. Она стерильная, Лен. Единственное, что вот гормональный сбой, как я уже объяснила, кобели немножко пока реагируют на эту утихомериться. А так она стерилизована все. Это замечательно. Если, да, утихомериться, чтобы потом не получилось у меня, а то я, что потом? Нет, щенков не будет. Да, я не готова, не умею я этим заниматься, поэтому это... Так, так. Все, пошли. Приедете, приезжайте в гости на сеньки. Какие проблемы, вкусняшки привезете. Как она это, она прям чувствует. У меня аж это, мурашку самой. Это вот как, насколько... Это вот маленький берешь, да? Так, так, ну у меня вот прям вот все, все, вся мелочь. Только на карте, деньги. На это тебе монетку. Монетку. Ну все, ну... Максим! Макс! Иди чару забери, я провожу людей. А то она сейчас подметаться будет. Все, ты остаешься. Ну, ну ладно, моя хорошая. Ну вот, ребят, все, мы пристроили чару. Очень хорошие руки, дай бог, чтобы все сложилось. Она, в свое счастье, выстрадала, наверное. Будем ждать фотоотчета. И вообще будем на связи. Так что держим за нее кулачки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добра! Вот начатый мешок геркулеса. И вот здесь немножко риса. То есть в срочном порядке нужно закупать уже. И еще у нас такая проблема. Несмотря на то, что у меня сейчас химия каждую неделю. Опухоль меня не отпускает. Каждую неделю у меня химия. Сегодня я думала, что я сделаю 4. И пойду такая довольная. И все, я здорова. Ну, на самом деле, судьбы на меня, видать, другие планы. Поэтому я сделала 4 химии. Каждую с интервалом 21 день. Особо не помогло. Сейчас у меня химия каждую неделю. Сегодня была, получается, пятая. Еще у меня их 11. И будут меня капать каждую неделю. И у нас такая еще проблема, что помимо того, что нам нужно уже собирать за дом, на крупу, на мясо, без вашей помощи, опять же, никак. У Толику нужно будет съездить еще на родину, оформить там до конца, там что-то решить с пропиской. И опять же, это все упирается в деньги. Дорога туда-сюда-обратно. Сколько, Толик? Тысяч 7? Да. То есть, тысяч 7 будет стоить, но это как бы вопрос прописки. Я считаю, что это важный вопрос. И необходимо это решить. Ребят, я надеюсь, что вы не бросите нашего Толика, что тоже сможете его поддержать, чтобы он съездил и решил уже свои проблемы. Мы стараемся по мере возможности, но вот как-то так мы даже не справляемся на еду. Не говоря о том, что уже середина зимы, скоро будет лето, и с таким количеством собак нам, конечно, будет трудно. Дед! Я так подумала, что вот 6 тысяч подписчиков, и если бы каждый прислал по 500 рублей, это 3 миллиона, это участок с домом, это безопасность для них. Но я понимаю, что, наверное, это нереально, но я надеюсь, что вы поддержите эту мою идею, потому что пока у меня есть здоровье, я не знаю, как будет, да, вы видите, что меня эта хрень не отпускает. И я хочу оставить, ну, чтобы что-то было такое хорошее, доброе, существовало, связанное с моим именем. И если бы это был какой-то такой дом, мини-плию для животных, где было бы побольше территории, где не было бы выносных соседей, то я была бы очень признательна. Ребят, я надеюсь, что вы меня тоже поддержите. Если вы со мной согласны, то, в принципе, можете также присылать на дом. Но пока что самый важный вопрос, это, конечно, у нас еда. И нам нужна помощь. Вот, как-то так. Надеюсь, что у нас не бросится, потому что, ну, мне физически тяжело, я даже не знаю дальше, как я буду работать, потому что каждую дню я после той химии отходила долго, и, да, и там интервал был 21 день, то здесь каждую неделю, то есть тут, в принципе, нет времени выдохнуть, как-то основа будет капать. Ну, я надеюсь, что вместе с вами мы все победим, и мы что-то такое создадим, и вы нас не бросите, и поддержите моих остатых, потому что без вас я сейчас даже не смогу их прокормить. Для меня самое главное, чтобы они были сытые и здоровые. Так что так.